здравствуйте дорогие друзья мой сад из роз постепенно превращается в сад из гортензии всех видов сейчас вам показываю как распустилась уже практически уже полностью окрасилась крупнолистная гортензия знаете сорта не всех знаю но мне такое ощущение что это бесконечное лето это даже вот именно этот кустик у меня в горшке посмотрите какой уже полностью окрасилась в этом году очень большое количество цветов у нее поэтому они немножко поменьше а так огромные огромные были шапки сейчас обойду дальше посмотрите рост даже уже не совсем они видны а видны только по курсу одни мои гортензии и крупнолистные и метельчатые сейчас просто покажу пока крупнолистные ну и сделаю небольшой обзор как выглядят уже метельчатые гортензии вот это в открытом грунте крупнолистная она меньше еще окрашена еще пока не полностью зарозовела посмотрите я окрашивала ее квасцами и по краюшку видно голубизна не полностью конечно она у меня окрасилась в голубой но это можно сделать нужно подкислять а потом квасцами я не каждый раз честно говорю растению у меня много не каждый раз я ее подкисляла просто вот такая огромная в горшке крупнолистная тоже еще совсем у нее не распуск совсем совсем не а сейчас хочу подойти гортензии метельчатой которая зацвела у меня она одна из первых зацвела извините за забором собака вечером всегда вот всегда у него вот это штамбик делала я вам недавно показывала штамбик из гортензии вимс ред некоторые писали что это не вимс ред но вот посмотрите по описанию по-моему все сходится раннецветущая рана начинает окрашиваться видите она уже начинает у меня окрашиваться в розовый цвет цветочки и фертильные и стерильные штамп видите какой вот в горшке но это штамп штамп около 50 сантиметров она довольно у меня высокая пишут что пахучая но не могу сказать что да запах есть такой медовый у нее красивая мотыльковая гортензия вдруг кто-то точно определит вот хочу еще показать листь листочек но по-моему это вимс ред вот в таком она у меня виде так вот эта гортензия зацвела посмотрите это древовидная уже это древо обидная pink аннабель полностью распустилась посмотрите я ее не подвязываю хотя она у меня в горшке я показывала ее обрезку как ее приобрела и как я ее обрезала вот посмотрите как она наросла в принципе она не наклоняется хотя у нас дожди каждый день практически полностью расцвела вот у нее это шапка видите но буду показывать и наблюдать насколько она быстро потеряет свой цвет такой пишут что она быстро становится коричневая немножко как бы выгорает видите не выгорает а так светлее под низу цвет под снизу цветочки розовее а тут они такие более светлые древовидная она морозостойкая на такие гортензии стоит обратить обратить жителям северных регионов на древовидные еще посмотрите на стволике тоже выпускает вот такие маленькие как бы ушки цветущие тоже очень симпатичная морозостойкая не требуют икрытия древовидные гортензии вообще обрезаются в зиму очень низко так вот эту гортензию я сама вырастила из черенка это polar bear уже она тоже бутоны заложила и в каждом в принципе в каждой пазухе вот в каждом этой верхушечной уже у нее бутончики есть я тут хочу брать для черенкования 1 вот эта ветка совершенно не нужна я ее подращивала вот на этой веточке тоже они у меня пока в горшке потому что эти большомеры при переедут у меня на дачу теперь тоже кто со мной видели я покупала вот это тоже зацвела у меня гортензия дельталь д дельталь д гарон видите очень длинные такие интересные когда она будет взрослым кустиком конечно интересные такие мотыльки цветочки удлиненные и салатовые такие прожилки видели что она была у меня страшная такая как могла ее как бы я вот так обрезала но сама как гортензия она очень симпатична буду исправлять следующем году ее древовидная кто-то у меня спрашиваю ой дуболистная гортензия но она только у меня второй год я пока ничего о ней сказать не могу так вот так уже выглядит моя гортензия skyfall я живу в белоруссии видите тоже вся она в бутонах оставляла я ей 7 веточек и из каждой веточки получается в каждой веточке будет цветение жду надеюсь что будут большие шапки потому что я ее нормировала убрала все лишнее абсолютно а вот это гортензии 2 гортензии которые я перепутала диамантина когда покупала просто тоже делала с них штамбы диамантина и фрайс мельба не обращала внимание вот это у меня фрайс мельба видите такие лодочкой лепестки лодочкой листочек и зазубринки это же уже она начинает цветение это как бы улучшенная формула форма гортензии ванила фрайс тоже вот она у меня скоро зацветет прямо стоячая такая тоже она у меня на штамбе я ее тут исправляю вот так она у меня выглядит так сюда давайте пройдем тоже гортензия magical candle тоже готовится у меня уже видите бутоны у нее начинаются на ней я оставила немножко побольше побольше веточек теперь даже жалко обрывать для черенкования все-таки все жалею но бутоны видите на ней проявляются так вот это вот прям стоит самое самое это моя ванила фрайс на ваниле фрайс тоже тоже бутоны тоже вот видите там есть бутоны она у меня самая взрослая наверное я ее покупала уже взрослым таким саженцем и я думаю что она у меня уже где-то год четвертый будет тоже показывала ее обрезку обрезка была низкая такой высокой она у меня в прошлом году не была вот в этом году она уже посмотрим какая будет а тут такая королевишна но тоже ее особенность красные видите такие толстые прочные у нее стебли так тут гортензия граффити я на ней оставляла 6 веток и тоже на всех шести ветках видите готовится прямо на вот к цветению вот она сколько вот в таком состоянии я свои гортензии вчера я их пролила лимонной кислотой листья которые стали салатовая опырскала феровитом и сегодня еще подкормила монофосфатом калия при закладке вот бутонов нужно нашим гортензиям калий и фосфор и завтра еще пролью сульфатом магния чайную ложку на ведро воды тоже вот такая уже граффити но эту пильчатую вы у меня видели это в горшке посмотреть она в полном распуске вот это очень пахучая серединка меняет свой цвет цветет долго отдельно сниму у нее очень интересное такое как бы цветение и строение кустика так вот это моя малышка полистар тоже она зацвела она у меня малышка малышка в горшке эта ветка не знаю будет ли цвести а вот эти вот веточки цветут так тоже полностью набрала все четыре веточки гортензия самарская лидия точно самарская лидия видите краснеют у нее листочки она самая красная гортензия тоже она процветет все веточки все набрали бутоны видите и точно самарская лидия вот так выглядит моя клумбочка из гортензий а вот это что я думала это фрайс мельба сейчас когда уже полностью она вот практически набрала цвет но не полностью распустилась это гортензия диамантина тоже на штамбе видите штамп у меня толстенький штамп сантиметров 35 тоже тоже какие большие я думаю что тут сантиметров у нее ну не знаю наверно 30 вот одна эта шапка две тут остальные поменьше вот такие смотрите вот такая гортензия диамантина большие листья овальные листья вот так набрала она у меня уже цвет так вот тут гортензия в прошлом году она зацвела у меня очень поздно silver dollar в этом году тут ее и собаки мои поломали поэтому осталось очень мало веточек веток наверно 5 но уже тоже видите набрала бутоны это уже в открытом грунте она у меня тоже там у нее видите светятся бутончики silver dollar тоже была очень низкая обрезка у меня на прям до самой земли я ее обрезала видите выгнала толстые салатовые такие не не красные у нее вообще в каждой вот ну в каждой почке у нее там цветочки так посмотрите какую красоту в саду создают гортензии на фоне зелени на фоне туй и сейчас хочу еще пройти это еще малая часть моей гортензии мне как-то малышей не хочется тут показывать вам так вот тут гортензия тоже практически все набирают цвет это angel blush видите тоже собаки тут у меня ее поломали веток осталось 5 штучек думаю что будут очень большие у нее цветы потому что веточек мало видите тоже полностью она набирает у меня тут цвет ну естественно как без моих крупнолистных гортензий видите тоже что в горшках так ну еще вот гортензия magical magical монблан тоже набирает свои набирает будто цветы видите все будет свести буду показывать будем смотреть это только куплено поэтому не совсем сформировано мною так бы как мне хотелось но я уже видела что она начинала показывать начинала закладывать цветы поэтому ничего с ней тут сильно не делала только нужно ее немножко вот так вот мне подвязать веточки чтобы она не была такой горбулькой вот так полностью красота от метельчатых гортензий сейчас могу пройти совершенно к малышам показать как малышки вдруг кто-нибудь досмотрит видео до конца вот еще вот это фантом должна быть гортензия но тоже закладывает салатовая у нее такие стволы она у меня не цвела в прошлом году в этом году я ее низко обрезала вот так вот так выглядит а вот эта гортензия должна быть pink lady ну тоже закладывают у нее тоже низкая обрезка у нее было две ветки только закладывают но вот по листикам может быть кто-то узнает если у кого-то есть pink lady pink lady это или не pink lady вот это тоже перечитая в открытом грунте видите они это крупнолистная в открытом грунте вот так мои гортензии в моем маленьком саду тут еще у меня куча малышей куча куча малышей но это тоже еще polar bear polar bear тут все малыши какие-то как будут зацветать тогда будут делать им вот интересно тоже некоторые говорят что это magical vesuvio некоторые говорят что гортензия это не не цветет смотрела я какой-то ролик у меня посмотрите только куплено в горшке ну вот и ждут светение не знаю будет ли это но вроде как по листочкам magical vesuvio да посмотрите еще у меня одна новинка будет cotton cream потом pink а чу и и вот это еще magical sweet summer тоже набирает цвет тоже это из поздних покупок тоже буду вам показывать ну вот у меня тут куча малышей и еще там у меня гортензии укорененные тоже стоят еще раз посмотрите на мой розы превращаются в гортензии но пройду дальше розы все-таки все равно цветут розы еще цветут и гортензии и розы я как своем маленьком таком эдеме вот еще розы еще розы ханзи штат росток и хочу снова закончить своей цветущей гортензией но все надеется что это гортензия вимс ред свое время она произвела фурор но будем наблюдать фурор или не фурор до свидания дорогие друзья и до новых обзоров